Привет! Плюс-минус 7 лет назад Apple представила нам переосмысленные умные часы Apple Watch. И примерно год назад мне в голову пришла гениальная мысль, когда я делал обзор на Mi Band. А что если купить Apple Watch первого поколения по цене Mi Band 6? То есть плюс-минус за 3000 рублей. И посмотреть, как они себя покажут в 2021 году. Звучит интересно. Мегафон. Говно! И я так и поступил. Я таки нашел Apple Watch первого поколения, ну в неплохом состоянии, за 3000 рублей. Правда без зарядки, без коробки, с царапинами. Но! Нашел! Сказал! Сделал! Красава! Так, короче, купил 3000 рублей. Да, они потертые, но они в нормальном состоянии. Прилично выглядят. Работаю чуть-чуть с задержкой, но, блин, я доволен. За треху Apple Watch первого поколения? Блин! И с тех самых пор я уже год хожу с Apple Watch первого поколения. Хотя, у меня как бы в наличии Apple Watch третьего поколения. Я иногда смотрю на логику своих поступков и не замечаю ее. И главной фишкой этих часов, которые помогают мне вот просто каждый день, это приложение камеры. Я же этот, блогер-влогер, мне постоянно нужно делать превью. А как мне сделать превью, если меня некому фоткать? Поэтому я ставлю телефон на штатив, беру в руки Apple Watch, захожу в приложение камеры и с них контролирую, что у меня попадает в кадр, что не попадает, контролирую фокус, затвор и так далее. Так что, когда ты все делаешь сам, это вот лично для меня просто must-have. Еще лучше с этим справлялся Asus Zenfone 6 и Asus Zenfone 7, потому что там флип-камера, она разворачивается, ты на большом экране сам себя видишь. Но, к сожалению, у меня iPhone. Согласен, это совершенно не тот повод, чтобы все вы взяли и такие, нафиг Mi Band 6, мы бежим за Apple Watch первого поколения. Тем более, что в Mi Band 6 с определенным приложением можно сделать практически то же самое. Да, это будет работать не так круто, как на Apple Watch, но это можно сделать. Также нужно сразу же понимать, что время автономной работы, это прям вообще не про Apple, прям вот вообще не про Apple, потому что, ну день, ну максимум полтора, это если часами не пользоваться. И то, я говорю то, что к концу второго дня, еще даже к середине, они уже разрядятся. Плюс у Apple Watch нет полноценной влагозащиты. Здесь влагозащита по стандарту IPX7, то бишь можно в них принимать душ, можно мыть посуду, мыть руки. При этом при всем влага как бы может все равно в них попасть внутрь, но не должна повредить какие-то элементы. А вот начиная со второй версии Apple Watch, там уже полноценная IP68. Плавай не хочу. Так что в большинстве случаев, в плане автономности, в плане влагозащиты, любые браслеты современные будут лучше, чем Apple Watch. Правда, вот насколько точно они будут определять пульс, это вопрос. Итак, небольшой тест. Вот, собственно, я сейчас сидел за компьютером. Пульс у меня 104. Не спрашивайте, что я смотрел. Сейчас я собираюсь немножко отжаться и посмотреть, какой будет пульс. Результаты. Смотрим результаты. 78. Я не думаю. А вот 156 более-менее уже. 156 более реально, чем 67. 150. О, все, 130. При всем при этом, Apple Watch первого поколения во многих вещах намного лучше, чем Mi Band 6 или Amazfit GTR 3 Pro. Итак, ну, самое очевидное, в чем Apple Watch первого поколения лучше, чем Mi Band 6 или лучше, чем GTR 3 Pro, это оплата покупок. Здесь есть NFC. Так-так-так, тормози, я тут в будущем, и у меня отличные новости. Мастеркард заколабила Xiaomi, и теперь с Mi Band 6, который с NFC, можно расплачиваться. Это ли не счастье? Аллилуйя. И на мой взгляд, это очень удобно. Не нужно тянуться за смартфоном, приложил часы, оплатил. Другое дело, что тогда приходится включать распознавание запястья и более плотно фиксировать их к руке, потому что иначе они чуть отходят, все, заблокируйся, и приходится их постоянно разблокировать. А фирменный чехол, когда ты его одеваешь, особенно очень плотненько, то ты вырываешь его от волоса на запястье. Я их почти уже до конца вырвал, но все еще есть. Лучше бы вот на голове так же было, что хрен вырвешь, чтобы они прям росли, такой копной, огромный копной, хочу, как у Анжелы Дэвис. Еще одним плюсом Apple Watch первого поколения из 2014 года, который я купил за 3000 рублей, это то, что я могу совершать с них звонки, принимать могу и совершать звонки, что на мой взгляд очень удобно, потому что если ты, как и я, постоянно ставишь смартфон в режим без звука и кладешь его где-то дома, не понимая, где оставил, то просто must have. Ну, понятное дело, что да, можно найти этот смартфон, так же с этих часов, нажать найти iPhone, он его найдет. Ну а так, тебе звонят, ты нажал, принял звонок, поговорил с часов, сбросил. И хоть я могу устанавливать на них сторонние приложения, такие как, например, Яндекс.Карты, Яндекс.Деньги, Литрес или Аяк, что на мой взгляд как раз таки и делает их именно умными часами, а не умным браслетом, при этом я не могу установить сюда, например, Телеграм или Ватсап и обмениваться голосовыми сообщениями. Но я худо-бедно могу отправлять сообщение голосом, потому что тут есть распознавание речи. Правда, вот прослушивать голосовое сообщение не получится, но я могу голосом сказать, чтобы не отпечатайте мне текстом. А вот присланную в Телеге фотку я смогу открыть, я смогу посмотреть. Этим самым я пытаюсь сказать, что даже если взять только сообщения и приемы уведомлений, то Apple Watch первого поколения дают мне большую свободу и больше возможностей, чем Mi Band 6 и чем GTR 3 Pro. При том, что они стоят порядком 16 тысяч рублей, а эти стоят 3 тысячи рублей. И касательно фото. Очень актуальна сейчас тема с QR-кодами. Не знаю, насколько это логично и прочее, опустим. Так вот, у меня стоит синхронизация по избранным фото, куда я добавил как раз свой QR-код и в случае чего я могу быстро его показать. Естественно, рассказывая про Apple Watch, я подразумеваю, что пользоваться ими будут вместе с iPhone, вместе с AirPods и вместе с MacBook. Потому что только находясь в экосистеме Apple, можно покупать себе Apple Watch. Для Android и всех других вещей есть Mi Band 6, Huawei, Amazfit и множество других умных носимых устройств. А вот если у вас MacBook, iPhone, AirPods и все такое, то Apple Watch. Потому что я могу, например, в MacBook поставить галочку, чтобы он разблокировался с часов, а не вводить постоянно пароль или сканировать отпечаток пальца. Не то, чтобы это прям так мучительно сложно делать, поэтому очень круто от этого избавиться, используя Apple Watch. Нет, просто тогда это происходит само собой, без моего участия, без меня. Это убирает лишние движения из твоей жизни, дает тебе время на то, чтобы заняться чем-то более важным. А если у меня еще и AirPods, то я могу спокойно подключить их к Apple Watch и слушать музыку. Правда, для этого нужно использовать именно Apple Music, а не Яндекс. Я в основном пользуюсь Яндексом, потому что у меня устройство на Android, устройство на iOS, как бы между ними и прочее. Хотя давно пора уже установить себе Spotify, кого я обманываю. Хотя у меня с этим проблемы. Во-первых, я не могу почему-то подключить AirPods первого поколения к Apple Watch первого поколения. Сбой связи, но это ладно. Я смог подключить Xiaomi наушники, но работают они тоже как-то некорректно. У меня одно ухо работает, как бы без проблем, а второе постоянно подключается, отключается. Но я не об этом сейчас. Я о том, что с Apple Watch можно слушать музыку без iPhone, прям чисто на этом самом, с часов. Но самая главная мысль это то, что если у тебя iPhone, то лучше не Mi Band 6, а Apple Watch. Любого поколения. Потому что именно они смогут дать больше возможностей и плюшек. Плюс они банально симпатичнее и солиднее смотрятся. Ну, попробуй определить, какие это Apple Watch. Понятное дело, я сейчас сказал, что это первого поколения. Но попробуй их отличить от второго или от третьего. Это не iPhone, который определяет по челке, сейчас уже по размеру этой челки и по количеству камер. Но при этом нужно понимать, что хоть они и выглядят как Apple Watch третьего и более старшего поколения, но при всем при этом они работают как Apple Watch первого поколения 2014 года. С тормозами, с подлагиванием, неспешно, так неторопливо. И как я уже говорил, нужно быть готовым к тому, что заряжать их придется прям каждый день. Ну, понятное дело, что и новые Apple Watch тоже нужно заряжать каждый день. Но эти, ну тут как стандарт качества. Если когда-то не нужно будет заряжать Apple Watch каждый день, то, скорее всего, только в том случае, потому что их у тебя нет. Так что, либо ставить на зарядку перед сном, если тебе будильник не нужен, и ты хочешь будить всех домашних, потому что здесь прикольный будильник умный, он тебе вибрирует прям такой, типа, проснись. И ты никого не будешь, типа, встал, пошел. Вставай, эй, салам алейкум. Вставай, эй, на работу пора. Ты че ебался, спишь? Ну, в таком случае можно, конечно, зарядить их утром или вечером, перед сном заряжать. В любом случае, стоя на зарядке, они превращаются в такие, знаешь, прикроватные часы. Причем достаточно удобные. Им не нужно постоянно показывать время, тем самым слепить или расходовать батареи. Они лежат просто с выключенным дисплеем, но стоит тебе пошевелить их или пошевелить тумбочку, как они сразу же включаются и показывают время. У меня просто было такое-то, что у меня рядом с кроватью стояла тумба, потом стол, и где-то там в самом конце как раз-таки часы. Я проснулся, хочу узнать время, просто потом бибьешь, вибрации передаются, и они загораются и показывают время. То есть это прикольная такая фича. А вот если говорить про спортивную составляющую, про кольца активности, то я, как человек, лишенный соревновательного духа, то есть меня сложно заставить с кем-то конкурировать, я не проникся к этому. Хотя большинство людей хвалят эту фишку часов, мол, можно выигрывать разные награды, проявляя активность и закрывая круги активности. Конечно, велика вероятность, что я просто как бы ленивая задница, поэтому нифига не занимаюсь спортом, поэтому ни с кем не хочу соревноваться. Но, как бы, не, вряд ли. Хотя, знаешь, может быть, я еще смогу распробовать эти кольца активности и смогу к ним проникнуться. И, подводя итог, хочу сказать, что Apple Watch первого поколения 2014 года, купленные за 3000 рублей в 2021 году стали для меня прям очень хорошим помощником, к моему большому удивлению. Всякие уведомления, совершение звонков, бесконтактная оплата, разблокировка MacBook просто из-за того, что у тебя часы надеты на руку. Ну, и в самом конце уже вот этой вот тренировки. Возможность контролировать видеосъемку на основную камеру с айфона. То есть, ну, это прям вот полезный гаджет лично для меня в 2021 году. Хотя выпущены они в 2014 году. И вот в этом, на мой взгляд, сама магия Apple. Понимаете? 2014 год, они сейчас актуальны. Возьмите любые умные часы, умные браслеты из 2014 года. Не то. Прям вот прям прям вообще не то. А они до сих пор. Так что, продолжил бы я ими и дальше пользоваться? Сто процентов, да. Стоят ли они своих денег, трех тысяч рублей? Однозначно. Прям вот на тысячу процентов они стоят этих денег. И, на мой взгляд, как я уже сказал, они еще актуальны. Даже спустя семь лет. Ну, эксперимент длиной в год закончен. Мне понравилось. Пиши в комментариях, может, что-то еще стоит протестировать уже в 2022 году. Потому что я с удовольствием это сделаю. И я найду, что протестировать в 2022 году. Если ролик тебе понравился, подписывайся на канал. Ставь лайк. Мне очень нужны лайки. Мне нужны подписки. Я лайк и попрошайка. Я подписка попрошайка. Так что, как-то так. Ставь колокольчик, чтобы не пропускать новые выпуски. И до новых встреч, друзья. Пока.